В эфире новости на шестом канале в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. Выйдет по УДО. Областной суд принял решение выпустить Александра Филиппову на свободу раньше намеченного срока. Опального бизнесмена обвиняют в хищении чужого имущества и мошенничестве. За это он должен был провести за колючей проволокой 4,5 года. Часть этого срока Филиппов отсидел во Владимирском централе. Затем его перевели в Покровскую исправительную колонию номер 2. Вопрос об условно-досрочном освобождении Филиппова рассматривался в Петушинском районном суде еще 17 января. Тогда ходатайство странной защиты судья не удовлетворил. Адвокаты подали апелляционную жалобу и вот сегодня областной суд встал на сторону подсудимого и принял иное решение. Освободят Филиппову после того, как руководство Покровской ИК-2 получит из суда соответствующие документы. По всей вероятности выйдет на свободу бизнесмен уже на этой неделе. До конца срока Филиппов не досидел. Один год и три месяца. Соревновались за звание лучших. Во Владимире прошли состязания между спасателями. По легенде им предстояло вытащить из автомобиля людей, которые попали в ДТП. Всего в турнире приняли участие семь команд из Владимира, Суздаля, Собинки и Петушков. Предупреждение, спасение, помощь. Для этих спасателей эти слова не только девиз МЧС, но и руководство к действию. По легенде автомобиль попал в аварию. Водители пассажир получили травмы и теперь задача спасателей вытащить пострадавших из транспорта. Среди тех, для кого работает о спасении людей, Вячеслав Соколов. В рядах сотрудников МЧС он уже 4 года. Сегодня в его руках гидравлические ножницы. Ими он должен разрезать автомобиль. Спасатели должны выполнить работу максимально быстро, правильно, а главное слаженно. Ведь на кону жизни людей, говорит Вячеслав. На той пожарной охране есть караулы, которые должны сплочаться и тренироваться между собой. То есть один караул, одна семья, и каждый должен знать, что выполняет свою задачу на пожаре, либо на ДТП. Наша задача первоначально составлялась сохранить жизнь здоровых людей, которые находятся в заблокированном автомобиле. Блокировка транспорта, обесточивание машины, накидывание защитных полотен на пострадавших. Все действия спасателей направлены на то, чтобы сберечь жизни людей. У сотрудников МЧС уходит порядка 10 минут, чтобы вытащить водителей и пассажиры из салона. За всеми их действиями внимательно наблюдают судьи. По их словам, с главной своей задачей сотрудники МЧС справились. Самое, скажем так, правильное, что делали все команды, за что хочется всех отметить, это бережные отношения с пострадавшими. То есть это самое важное при проведении во время спасательных работ, чтобы не допустить дополнительных увечий, чтобы сохранить жизнь и здоровье пассажиров и водителей. В этих соревнованиях принимали участие спасатели из Владимира, Суздаля, Собинки и Петушков. Они стали лучшими в своих городах и теперь соревнуются между собой. Отточенные навыки должны пригодиться на практике. Ежегодно мы проводим эти соревнования. Следующий будет этап, это уже областной конкурс, то есть среди территориального гарнизона Владимирского. Среди всех, значит, на территории всего субъекта. То есть сегодня кто победит, у нас будет участвовать в областных соревнованиях. Региональные состязания на звании лучших пройдут уже 20 марта. На этот турнир отправятся спасатели из Владимирской пожарно-спасательной части номер 2. Они сегодня стали первыми. Серебро завоевали пожарные из первой пожарно-спасательной части. А бронза у их коллег из ПСЧ номер 3. Но по словам победителей, их главная мечта не победить, а как можно реже применять свои навыки на практике. Никита Каргаев, Алексей Домнин, Егор Хребко, 6 канал. Контролирует безопасность на весеннем льду. С 1 марта по 15 апреля во Владимире проходит профилактическая акция «Безопасный лед». Цель – недопущение гибели и травматизма людей на водных объектах. Сегодня сотрудники управления гражданской защиты провели рейд на водохранилище реки Содышко. С рыбаками пообщался и Константин Миронов. Средства спасения есть какие-нибудь с собой? Деревка. У них урами. Урами они тут вылезут. Да, только льда тогда. Не страшно. А вдруг? Сегодня не страшно, а завтра будет. Сотрудники управления гражданской защиты не просто прогуливаются по замерзшей глади водохранилища реки Содышко. Их цель – не допустить гибели людей на весеннем льду. С 1 марта по 15 апреля на водоемах Владимира проходит профилактическая акция «Безопасный лед». Буквально вчера здесь администрация Октябрьского района, сотрудники управления гражданской защиты с первым отрядом из полиции проводили акцию здесь с рыбаками. В ходе акции, соответственно, вручаются памятки, предупреждают им о безопасности поведения на льду и выхода на лед в местах, запрещенных для ловли рыбы. Минимальная толщина льда для движения в одиночку – 7 сантиметров. Сейчас из-за достаточно холодного марта лед не успел истончиться, и по нему еще можно свободно передвигаться. Как рассказывают рыбаки, толщина льда примерно до сгиба бура. Это где-то 80 сантиметров. Такой лед абсолютно безопасен. На водохранилище реки Содышко существует только одно место, куда выходить нельзя. Опасное для массового пребывания людей рыбные ловли место находится в районе плотины со стороны въезда в город. Оно обнесено лентой, здесь же предупреждающей аншлаги. На водохранилище Содышко есть место, запрещенное для нахождения людей на льду. Это в районе так называемых сифонов, где забирается вода. В запрещенных местах нахождения на льду влечется административная ответственность от 800 рублей штраф. Планируя рыбалку, необходимо поставить родных и близких в известность, в какое место вы собираетесь. А также обязательно взять с собой сотовый телефон, чтобы в случае чрезвычайной ситуации связаться с экстренными службами. Но опытные рыболовы точно знают, когда на лед выходить не стоит. Когда, как вы считаете, на лед уже не стоит выходить? Ну, по-разному, где-то в конце марта, в начале апреля. Как за берегом начнутся, у берега как таять начнет, так и все. Лучше не выходить. На данный момент во время профилактической акции проведено 50 патрулирований и роздано 300 памяток. Особое внимание городские власти уделяют детям в образовательных учреждениях, рассказывая маленьким владимирцам о мерах безопасности на льду водоемов. Константин Миронов и Артем Горчаков. Шестой канал. Лед Поляриса растопят на лето. В одной из владимирских соцсетей появилась информация о том, что с 1 мая каток Ледового дворца впервые за 10 лет не будет работать в летние месяцы. Со ссылкой на руководство арены пользователи сообщили, что пока дальнейшая судьба объекта неизвестна. Это вызвано финансовыми трудностями. Кроме того, в сообщении выражено опасение. А вдруг дворец закроется вовсе? А вместо него в муниципальном парке появится торговец-центр или супермаркет. Как сообщили нам в мэрии, пока опасения людей беспочвенны. Какой-либо информации о смене деятельности дворца в администрацию города не поступало. Но если руководство примет решение о перепрофилировании, и оно будет противоречить нахождению объекта на территории парка, чиновники вмешаются. В самом дворце нам пока подтвердили только то, что летом лед катка действительно заливать не будут. Продолжат работать фитнес-клуб и детская площадка у дворца. В Вязниках обсудили вопросы. Особо охраняемой природной территории. Круглый стол прошел по инициативе депутата ЗАГС Собрания от Вязняковского района Романа Кавенова. В мероприятии участвовали представители власти, экологи, общественники, охотники и рыболовы. Повод – Клязьминско-Лухский госзаказник. Вязняковская пойма. Местные жители, а летом это более 2,5 тысяч человек, ограничены в передвижении. Не могут свободно собирать грибы и ягоды, лекарственные растения, заготавливать дрова и сено, пользоваться местными дорогами. В ходе дискуссии выясняется, что собирать грибы и ягоды можно без ограничений. А вот на промышленный сбор действительно наложен запрет. Однако точного определения промышленного сбора в законодательстве нет. Нечетко прописан и перечень дорог, по которым может двигаться транспорт в пределах заказника. Депутаты ЗАГС Собрания предлагают местным чиновникам убрать размытость формулировок под законными постановлениями. А дирекция особо охраняемых природных территорий дает понять, что заказник – это не зона отчуждения. И даже по нему можно передвигаться на машине. Главное – не навредить уникальной флоре и фауне. Огромная зона заказника. Единственное, что мы просим, что есть определенные дороги, по которым нужно передвигаться. И эти дороги у нас размещены на сайте. И мы просим людей, пожалуйста, вот есть определенные дороги, пожалуйста, не надо въезжать в леса, где-то организовывать новые дороги. Если в исполнении гераритета существует постановление администрации, которым конкретно прописываются, какие конкретные мероприятия, которые разъясняют, в том числе населению, а как проктовать, а что такое проезд, а что такое промышленный, непромышленный сбор. Уточнение, если есть возможность доработать это, сделать, чтобы этот документ был более понятен, чтобы не было разношений, чтобы не было, что охотники читают по-своему, и им кажется, что ущемляет право, а дирекция наоборот считает, что их ущемление читает неправильно. То есть, если есть возможность сделать так, чтобы все читали одинаково, давайте попробуем это сделать. А теперь коротко расскажем о других новостях. Совершил в отношении несовершеннолетний развратные действия. Региональный следком и полиция объявили в розыск педофила. Сообщается, что 11 марта во Владимире 12-летняя девочка возвращалась из школы. По дороге заметила, что ее преследует мужчина. По телефону она сообщила об этом матери, однако должной реакции от нее не последовало. В результате мужчина зашел вместе со школьницей в лифт, где, как сообщает следком, совершил в отношении нее развратные действия. Возбуждено уголовное дело, педофилы ищут. Следственное управление призывает жителей Владимирской области, воспитывающих несовершеннолетних детей, проявлять бдительность. Житель Юрьев-Польского предстанет перед судом по обвинению в краже денег. Речь идет о 27-летнем молодом человеке. Как установила полиция, покидая компанию приятелей, обвиняемый ошибочно надел чужую куртку, из кармана которой выпали деньги. Фигурант уголовного преследования куртку вернул, а деньги, 9 тысяч рублей, оставил себе. Похититель был задержан, уголовное дело направлено в суд. Вязниковская прокуратура начала проверку по факту обрушения металлического ограждения с крыши жилого дома в Вязниках. ЧП произошло 11 марта в доме номер 14 по улице Калинина. При очистке снега с крыши сотрудниками управляющей компании МУП ЖКС произошло обрушение металлического ограждения. Пострадавших нет. Поврежден только подъездный козырек. Также сообщается, что в январе руководитель управляшки уже объявлялась предостережение о недопустимости нарушения закона по надлежащему содержанию зданий в зимний период. Сейчас устанавливаются причины случившегося, виновники будут привлечены к ответственности. На остановках общественного транспорта во Владимире теперь можно зарядить мобильные устройства. Подзарядка уже появилась на остановке «Золотые ворота» напротив ЦУМа Валентина. На следующей неделе появится на остановке «Соборная площадь» со стороны дома офицеров. Оборудование скрыто за боковой панелью остановочного павильона. Наружу выведены лишь гнезда с четырьмя USB-портами. Зарядить гаджеты можно бесплатно. Мэрия не потратила на эту инновацию ни копейки. Работы проводятся за счет компании, которая обслуживает павильоны на остановках. Ну и добавим, что USB-порты не первый полезный элемент на остановках. Осенью прошлого года у остановочной площадки рядом с ДК молодежи сделали подогрев. Система отработала без нареканий, и теперь теплые остановки, возможно, появятся и в других районах города. Назвали лучших педагогов города. Победителями традиционного профессионального конкурса среди работников образования стали учитель географии и логопед. Кто еще поразил жюри своим педагогическим мастерством, и можно ли считать городской конкурс своеобразным социальным лифтом? На церемонию награждения побывала Маргарита Махрова. Юлия Поздеева в педагогике уже 25 лет. Работает учителем-логопедом в 109 детском садике Владимира. Жюри профессионального конкурса она покорила искренностью и профессионализмом. На одном из этапов Юлия представила проект, который помогает детям научиться красиво и правильно говорить. Это очень благодатная почва для того, чтобы дети не только умели правильно пользоваться звуками, но и имели богатый словарь, грамматический строй, то есть правильно согласовывали слова друг с другом, чтобы они были более коммуникабельные. 27-й городской конкурс среди педагогов города стартовал в конце января. Проходил в несколько этапов. Участники преодолели испытания в виде эссе, презентации личного педагогического опыта. Из 17 педагогов в финал вышли 11. Они провели конкурсные уроки и мастер-классы. Выбрать лучших из лучших, по словам членов жюри, было непросто. Самый большой страх и опасность возникает в том, чтобы действительно увидеть до конца, что учитель хотел сказать, чтобы, не дай бог, недооценить, не доглядеть чего-то. Каждый конкурс в любом случае обязательно обнаруживает что-то новое в личной, индивидуальной творческой деятельности учителя. На церемонии награждения участникам конкурса читали стихотворения и дарили музыкальные номера. Отдельно выступили ученики 22-й школы. На ее базе проходили конкурсные уроки. И пусть ученики вас чаще радуют заслуженно высокими объектами. Конкурс «Педагог года» проводится во Владимире уже 27-й раз и каждый год собирает талантливых и творческих учителей. По словам первого заместителя главы администрации, ежегодный профессиональный конкурс не только повышает престиж профессии, но и стимулирует учителей к карьерному росту. Может уже за 27 лет проведения этого конкурса у нас около 40 участников конкурса уже являются управленцами в системе образования, да и не только в системе образования. Это, я считаю, все-таки человек имеет мужество, когда заявляется на конкурс, хочет публично при жюри, строгом жюри показать свои возможности. Финалистам и участникам организаторы и партнеры конкурса сказали не только приятные слова, но и вручили подарки, сертификаты, благодарности, грамоты и методическую литературу. Дипломы лауреатов получили 9 финалистов, а победителями стали педагог дошкольного образования и учительница средней школы. Оксана Сазанова преподает географию в восьмой школе. Победа стала неожиданностью. Я счастлива, потому что сказать, что человек участвует в конкурсе и не мечтает выиграть, это будет неправда. Каждый стремится подняться выше. Ну вот сегодня я победитель, но каждая из участниц, которая была сегодня на сцене, она достойна победы. По словам организаторов, кто из победительниц будет представлять наш город на региональном конкурсе в следующем году, пока неизвестно. Кандидатура будет выбрана, исходя из требований областного этапа. Магарита Махрова, Дмитрий Журавлев, 6 канал. Десятки часов новейшей российской анимации от ведущих киностудий страны, мастер-классы от известных мультипликаторов, встречи с именитыми сценаристами. В Суздале открывается 24-й российский фестиваль анимационного кино. В программе рекордное количество мультфильмов, в том числе созданные воспитанниками Владимирской детской киномастерской «Начало». Анимационный фестиваль в Суздале снова бьет рекорды. В программе больше 350 мультфильмов. На конкурс отобрали 107 работ. Среди них уже вышедшие на экран «Смешарики дежавю», «Снежная королева зазеркалье» и «Гур Винник. Волшебная игра». Вместе со всемирно известными режиссерами на призы Суздальского фестиваля по традиции претендуют и молодые мультипликаторы. В конкурсной программе короткометражные мультфильмы, дебютная анимация и студенческие работы. В этом году зрителям покажут десятки часов новейшей российской анимации. Конечно, критериями являются, прежде всего, художественные качества, высокий профессиональный уровень всех элементов и представителей всех профессий, которые участвуют в создании фильма. Начиная от идеи сценарий, заканчивая финальным монтажом. Все больше и больше студий новых появляется, новых талантливых режиссеров, коллективов и так далее. В наше непростое время это дорогого стоит. В этом году рекордное количество опять сериалов. У нас в конкурсной программе 20 сериалов. В рамках акции «Открытая премьера» новые мультфильмы бесплатно покажут в школах и культурных учреждениях разных районов области. Юных зрителей ждут творческие встречи и мастер-классы от именитых сценаристов и мультипликаторов. У нас 43 точки показа «Открытой премьеры» по Владимирской области. И в этих 43 точках пройдет 87 показов мультипликационных программ. Сконцентрировались на мастер-классах, которые традиционно очень интересны детям. Потому что когда предоставляется возможность что-то самим сделать с теми мастерами, которые приезжают, дети очень хорошо на это, как правило, реагируют. Это вызывает большой отпуск. Моя, например, мечта такая очень, я понимаю, что может быть детзавиральная, но чтобы в каждом населенном пункте численностью от 10 тысяч человек была своя анимационная студия детская. Вот это будет здорово. Мы тогда получим другое поколение наших подрастающих детей и юношей. Впервые в рамках фестиваля покажут работы детских анимационных студий, которые были представлены на Всероссийском конкурсе. Кстати, одним из лауреатов этого конкурса стала Владимирская детская киномастерская «Начало» с мультфильмом восьмилетнего воспитанника Алексея Яшина «В деревне Радужка». Это мультфильм про кота. Забавного очень кота, которого он сам нарисовал. Про забавных птенцов, которых кот нашел в траве. Весь интерес в том и заключается, что ребенок придумал сам. И что он воплощает. Потому что совершенно невероятные рисунки, совершенно невероятные герои. Окунуться в мир анимации любители мультипликационного искусства смогут до конца этой недели. Программу можно посмотреть на официальном сайте фестиваля. Победители конкурсной программы назовут 17 марта в Суздале. Оксана Любимова, Александр Мажаров, 6 канал. Как музей живет без Конышева? Нынешний директор ВСМЗ Светлана Мельникова поделилась с журналистами первыми результатами своего руководства Музейной империи. По признанию самой Мельниковой, проблем у музейного комплекса много. И решать их нужно как можно быстрее. А подраного не видели дворцового зала? Вот посмотрите, какой он бывает. От былой роскоши в дворцовом зале палат осталось немного. Вот таким это помещение было еще 5 лет назад. Здесь проходили детские мероприятия, музыкальные вечера. Но бывшему директору ВСМЗ Игорю Конышеву дворцовый зал в стиле 18 века не понравился. От богатого убранства избавились, а перед большими окнами устроили склад с вещами. Возвращать былую роскошь приходится уже Светлане Мельниковой. Вместо темно-бордовых обоев на стенах появятся золотые, итальянские. Их покупку согласовывали даже с Министерством культуры. На потолке уже висят точные копии люстры из Павловского дворца. Обновленный дворцовый зал обещают открыть для посетителей к Международному дню музеев 18 мая. Вот это сочетание белого цвета, белые двери и золото. Это типичный такой ход Растрелли эпохи его творчества. Правда у нас нет таких зеркал роскошных, но по крайней мере зеркала, представленные в решении дверей. И мы надеемся, что это будет очень такой нарядный, красивый зал. Другой вопрос, что теперь делать с выставочными залами, которые предшественник Мельниковой перекрасил в черный цвет. Директор уверяет, есть, конечно, выставки, где такое цветовое решение будет смотреться интересно. Но, увы, таких проектов немного. Если вы возьмете учебник по музееведению, учебник по организации выставочного пространства, вы там прочитаете, какие есть нейтральные цвета, которые наиболее выигрышно работают при организации художественной выставки. Черный зал, где раньше была представлена графика владимирских художников, однозначно будем перекрашиваться. В палаты возвращаются экспозиции детского музейного центра. Маленьких посетителей ждут сюрпризы. Сейчас к масштабным переменам готовят экспозицию по каменному веку. Скоро в этом зале появится жилище древних людей, в котором поместится целый класс школьников. В прошлое уйдут манекены, а вот реальных экспонатов с археологических раскопок станет больше. Ну и главное, в палату уже вернулся главный символ детского центра – мамонт. Новоселье было тихим, обошлись без шариков, оркестра и мажореток. Мамонт приволокли, а он же из натурального меха был. Уже должен быть специальный режим. Если режим собьется, в нем обязательно какая-то дрянь заведется. Потом эту дрянь выводить, с ума сойдешь. Готовятся к открытию выставка «Наш Крым» в одном зале. Здесь соберут работы от 35 художников, посвященные Южному полуострову экспозицию. Посвятили пятилетию возвращения Крыма в состав России. Но для Светланы Мельниковой эта выставка еще и личный опыт. Высший директор музея Херсонеса и сейчас вспоминает свою работу на юге. Главное здание Херсонеса, здание византийской истории. Вот два с половиной года я поднималась тут по этой лестнице. И вот видите, мне так нравится, потому что даже в этих вазонах отражена белая петуня, которая уже при мне там появилась. Уже несколько месяцев как в музее приостановили распоряжение Конышева о частных гидах. Тогда лицензию на проведение экскурсий в стенах в СМЗ мог купить любой желающий. Сегодня музейное руководство уверяет, из-за этого уровень экскурсоводов сильно понизился. Поэтому в СМЗ решили вернуться к старой схеме взаимодействия с гидами. Вопрос об экскурсионном обслуживании на территории федеральных учреждений культуры – это зона ответственности федеральных учреждений культуры. По закону, пожалуйста, приходите, заключайте с нами договор. Заключайте. Экзамен сдали, мы понимаем, что вы готовы, вы знаете материал, но вы должны быть готовы, что в любой момент методист в музее заповедника сядет в ваш автобус и будет слушать, что вы говорите. 13 марта свой день рождения отмечает почетный президент в СМЗ Алиса Аксенова. Ей исполнилось 88 лет. Последние годы основательница музейной империи нашей области боролась с назначением Конышева на должность руководителя в СМЗ и жаловалась на его действия даже президенту. Довольна ли Алиса Аксенова новыми переменами в музее? Светлана Мильникова пообещала, что в ближайшее время пригласит Аксенова в палаты и узнает об этом лично. Валерия Саенко, Артем Горчаков, Шестой канал. Владимирские гимнасты – чемпионы страны. Впервые за много лет наша команда выиграла золото чемпионата России, обыграв почти непобедимую сборную Москвы. Отличилась на турнире и юная владимирская звезда спортивной гимнастики Анастасия Агафонова. Чемпионов и призеров чествовали в родной спортшколе. Победитель чемпионата России по спортивной гимнастике в командном зачутке. Вот так победители появляются на церемонии чествования. Четыре владимирских гимнаста – Кирилл Прокопьев, Илья Кибарта, Сергей Кривунец и Алексей Ростов – стали чемпионами страны в сборной команде ЦФО. Нашим спортсменам удалось опередить москвичей. К слову, прошлогодних чемпионов. Победили, даже несмотря на то, что в составе не было лидера нашей команды, трехкратного чемпиона Европы и серебряного призера Олимпийских игр 2016 года Николая Куксенкова. Сейчас Николай Куксенков после чемпионата мира. Получилось, что у него была травма спины, и он долго восстанавливался. И он восстановил один снаряд пока, только конь Махи. Упорная двухмесячная подготовка принесла желаемый результат. Однако в один момент наша команда могла остаться вообще без медалей. У Ильи Кибартаса прямо во время выполнения программы на кольцах порвалась накладка. Перед самым заключительным элементом, перед соскоком, я чувствую, что она уже порвалась. И я все равно зашел на соскок, и это было очень опасно. Из-за этого и баллов владимирцы могли не досчитаться. Однако регламент позволил ему переделать программу. И Илья выполнил ее заново, уже без помарок. Это принесло ему еще и личную серебряную медаль. Две личные бронзы завоевал и Кирилл Прокопьев. Он вошел в тройку призеров на коне и в вольных упражнениях. Не осталось без наград и юная, 15-летняя гимнастка Анастасия Агафонова. Она единственная из владимирских спортсменок. Вошла в женскую сборную ЦФО и не подвела команду. Меня очень сильно трясло, на самом деле. А еще мы начинали с бревна. И этот очень серьезный такой снаряд, на котором меня очень сильно трясет. Думала, все-таки упаду, где-то ошибусь. Но нельзя было ошибаться, и мне было главное пройти все воспадение. Победители-призеры получили награды от руководителей области и города. Региональная власть подарила спортивной школе сертификат на 150 тысяч рублей. Городская власть преподнесла сертификат на 200 тысяч. Они, во-первых, обещали, когда собирались на первенство, они сказали, что мы приедем с золотом. Потому что мы как раз про это говорили. И мы даже другого результата просто не ждали. Виталий говорит о том, что, говорит, сомневались до последнего. Ну, у тренера такая задача, да, сомневаться, дрожать. А все болели и говорили, что наши ребята самые лучшие, самые подготовленные. И так и случилось. С такими результатами надо бы и на олимпийское золото замахнуться. Чего руководители города и области пожелали новоявленным чемпионом страны. Алексей Дудин, Дмитрий Журавлев, Шестой канал. На этом у меня все. Далее вас ожидает блок полезной информации и прогноз погоды. Оставайтесь с нами и до встречи на Шестом канале. Спонсор прогноза погоды – концертное агентство «Интерфест». В Владимире на сцене арт-дворца 27 марта выступит легендарная группа «Сплин» в программе песни из нового альбома и известные хиты. Вас ждет два часа живой музыки и потрясающее световое шоу. Сегодня ночью у Владимира ясно и без осадков. Температура воздуха составит минус 13 градусов по Цельсию. Завтра днем в областном центре будет ясно и временами солнечно. Столбики термометров покажут 3,7 градусов мороза. Ветер южный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра артутного столба. Влажность воздуха 63%. «Сплин» во Владимире. Встречная полоса. Новый альбом и все хиты. 27 марта. Арт-дворец. «Сплин» во Владимире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова